Время новостей Время новостей Время новостей Время новостей Спасатели отчитались о готовности сил и средств на период паводка, приставив к осмотру технические средства спасения и готовность личного состава. Заключительным этапом проверки стала демонстрация умений спасения человека из ледяной полынии. В первую очередь на уверенность в себе, ни в коем случае не на внешние какие-то качества и формы. Главное обаяние и уверенность. Кастинг регионального конкурса «Краса Сибири» прошел в Канске. Участие в нем приняли десятки девочек и девушек нашего города. Самые красивые из них отправятся покорять красноярские подиумы. И теперь обо всем подробнее. Весна обнажила многие проблемы и в первую очередь напомнила о состоянии дорог и мостов. Переправа через реку Тарайка в плачевном состоянии уже не первый год. Но сейчас и вовсе страшно ею пользоваться. Деревянный настил попросту прогнил, что видно невооруженным глазом. Ольга Величко сообщит подробности. Поэты, с позволения сказать, переправе уже очень давно не то что ездить. Ходить опасно. Здесь даже перил нет, а под ногами и колесами зияют дыры. И если в светлое время суток еще можно разглядеть, куда наступаешь, то каково здесь ночью, страшно даже подумать. А между тем мост через Тарайку единственное, что связывает эту часть города с большой землей. По нему ходит общественный транспорт, ездят автомобили экстренных служб, скорая, пожарные, полиция. И личные машины жителей района Гавани и острова Восточный. Случись что, и они окажутся отрезанными от внешнего мира. Я вот сколько себя помню, столько такой эмоций, наверное, у нас. Ну вот в каком году? Ну в прошлом году они сделали буквально раз метр. Все. Там вот в начале вот. Все, больше никаких действий. Уже и тоже приезжали, вызывали. И сама наша депутата Абдашкевич приезжала, тут показывала. И все бесполезно. Залатав одну дыру в 2014 году, местные власти еще на два года забыли об остальных. А между тем уже тогда было очевидно, что мост требует капитального ремонта. Естественно, сами собой повреждения с тех пор не устранились. При визуальном осмотре моста через реку Таарайка по улице Краевой выявлены недостатки в эксплуатационном состоянии мостового сооружения. Такие, как разрушение настила моста и тротуара, разрушение колесоотбойного ограждения, отсутствие перильных ограждений. А также установленные блоки ГРС имеют разрывы в ограждениях. И это далеко не полный список недостатков моста. Бетонные опоры разрушаются. Ограждение, предусмотренное для разделения пешеходного и транспортного потоков и препятствия съезду и падению автомобилей, не соответствует ГОСТу и не может выполнять своих функций из-за недостаточной высоты. А ведь мост уже фигурировал в сводках ДТП. У нас же улетели, вот видите же, все сломано. А нет, это не здесь, с той стороны, где нет, там улетела же девушка. Лично это было при мне, я утром шла на работу и вот это было такое ДТП. Она прямо вот так. Сегодня на злополучном объекте побывала выездная комиссия по безопасности дорожного движения. Специалисты администрации, входящие в состав комиссии, признали, отремонтировать мост надо бы. Выставляем на торги, это 40 дней, как минимум. Два месяца. А здесь как раз все растает, как ездить будут люди? Или закрывать будут? Почему половинку закроем, будем делать, а второй половинку будет. Так, где я, ну, конечно. Пока состоятся торги, пока заключат контракт, пока приступят к работам. Может пройти от двух месяцев и больше. Все это время люди с риском для жизни и здоровья будут продолжать ходить и ездить по аварийному мосту. Ольга Величко, Александр Минеев, телекомпания «Канск», 5 канал. К другим темам. В нашей постоянной рубрике «Ликбез» сегодня мы вновь возвращаемся к теме стоимости отопления. В некоторых домах Каннска надбавка к платежу составила 1000-1500 рублей. Заметим, такая ситуация возникла только в некоторых районах. В чем же дело? Мой коллега Васлав Малицкий попробовал разобраться в том, как устроена система теплоснабжения города и почему стоимость тепла разная даже в соседних домах. Подачу тепла в Каннске осуществляют три предприятия. Каннская ТЭЦ. Она обслуживает 82% домов, где есть централизованное отопление. Гортепло, сеть малых котельных, общим числом 17 по всему городу. Это 12% рынка. И генерация ТЭЦ, так нынче именуется ТЭЦ бывшего БХЗ. У них на обслуживании 6% жилого фонда. Тариф теплоэнергетикам утверждается в крае. Региональная энергетическая комиссия, РЭК, выводит стоимость одной гигакалории для каждого отдельного поставщика. Раньше тариф был усредненным для всех по краю. Что получается в итоге? У Каннской ТЭЦ на 2016 год стоимость одной гигакалории порядка 1100 рублей. Генерация ТЭЦ выставляет 2600. Гортепло почти 3800. Кстати, тарифы размещены на сайте РЭК. Как же получается такая разительная разница? Что влияет на размер утверждаемого тарифа? Попробуем разобраться. Во-первых, сумма зависит от количества абонентов. Чем больше домов у теплоснабжающей организации, тем меньше будет тариф. Во-вторых, цена угля. Вашен химический состав, горючесть, теплоотдача. На тариф влияет объем закупки, скидки. В-третьих, состояние теплотрассы. Старость, изношенность приводят к потерям. Как следствие, поставщик тепла вынужден повышать тариф, чтобы остаться с прибылью. Также важны теплоизоляция дома, интенсивность отопления. В частном доме со своей котельной хозяин сам решает, сколько дров и угля бросить в топку. Ориентир у него один – погода. Чем холоднее, тем больше топлива в расход. У теплоэнергетиков расчет бывает и другой. Топить побольше, чтобы взять деньги за выданные гигакалории. И не важно, что на улице уже плюс два, плюс пять. Обязательная вещь – ремонт. Стоимость запчастей, содержание в порядке котлов и оборудование – серьезные траты. Если вовремя устранять неполадки, проводить плановый ремонт, то это добавление в тариф. Следующая позиция – налоги, экологический сбор. Наличие фильтров, утилизация золы под неусыпным контролем проверяющих организаций. Что касается воды для закачки в батарее, то тут два варианта, где ее взять. Первый – самим забирать из реки. Второй – покупать водоканала. Позволить себе собственный водозабор может только Каннская ТЭЦ. Остальные покупают. Разница существенная. Каннская ТЭЦ вода обходится примерно в три раза дешевле. Не будем забывать и о заработной плате сотрудникам и руководству. Никто не будет работать за бесплатно. Прибыль быть должна, и это естественно для бизнеса. При этом надо учитывать, что собираемость платежей с населения никогда не бывает стопроцентной. Но и меньше 90% не опускается. Есть основания предполагать, что недособранное тоже идет строчкой в тарифе. Каков итог всех размышлений? Всплеск удорожания отопления случился именно там, где по всем составляющим тариф-компонентам дела обстоят не самым лучшим образом. Домов мало, здания и сети старые, собираемость платежей низкая. Вода для закачки в батарее закупается по завышенным ценам и так далее по списку. Есть ли выход в ситуации, когда именно малые котельные оказываются такими дорогими? Есть ли принципиально иная схема теплоснабжения города, при которой счета за отопление в соседних домах или районах не отличались бы в разы? В том, что платежи за тепло рискуют оказаться неподъемными для населения, сомневаться не приходится. Как и в том, что необходимо находить разумный выход из сложившейся ситуации. Васил Малицкий, Вячеслав Морозов, Сергей Молчанов, 5 канал. Возможное обрушение дома по адресу 40 лет октября 27 становится все более реальным. Уже пять лет жильцы общежития обивают пороги администрации и просят помощи в восстановлении здания. С каждым днем жить здесь становится все опасней. С наступлением тепла несущая стена еще больше накренилась, а талая вода подмывает дом и сверху, и снизу. Здание попросту гниет от сырости. Рухнется дня на день, говорят сотни жильцов. Но власти так и не начинают обещанного ремонта. Мы на сегодняшний день видим то, что люди делали. Устраивали там сауны в ночное время. Это мы сейчас уже констатируем факты. Вот так ровно год назад комментировал ситуацию по разрушающемуся общежитию Сергей Джаман. Наверное, он имел в виду вот это, сетуют жители. И показывают, как на подоконник капает вода от растаявшего снега на крыше. Некоторые личности говорят, что у нас здесь сауна. Мы устраиваем ночную. В ночное время мы спим. Но сауна у нас вот, она круглосуточная. Ежедневно жильцы четвертого этажа убирают штукатурку, которую буквально смывают со стены потолка талой водой. С крыши она стекает не на улицу, как это положено, а в коридоры квартиры. У меня вот здесь все бежит. Вода стоит на полу, тречина вот пошла уже. Ну, все капает, естественно. Пол уже начал туда, мне кажется, скатываться. Потому что здесь вот там уже все прогнило. Ну, вы видите, что ребят... Потому что сказали, что ремонт будут делать, но его не начинают делать. У меня ребятишки садят не в дом отель. Они тут играют, бегают. Напомним, ремонта в своем доме жители добивались через суд. Власти обязали провести восстановительные работы, но они так и не начались. Планировался капитальный ремонт. Значит, решение суда было на капитальный ремонт. Значит, срочный, незамедлительный. Значит, ну, я уже говорила, откладывался он уже два раза. Не было денег, не было, значит, подрядчиков, кто будет это делать. Но так как у нас больше 60% собственников, в общежитии, то, значит, было решено сделать только восстановительные работы вот этого угла. Но и к ремонту этого угла никто не приступает. Вот так он выглядит снаружи. Жители ежедневно следят за состоянием несущей стены и постоянно замечают все новые разрушения. Между первым и вторым этажом очень сильно выперло стену уже. Так что сейчас еще пойдут снега, тепло, холод. Это еще будет больше влиять на эту стену. Ну и третий этаж тоже там. А если первый, второй рухнет, то уже и верхняя уйдет тоже вниз. За последние дни как-то изменилось? Да, конечно, у нас же тут вода прибывает. У нас больше сыпется и кирпича. Талые воды с крыши заливают общежитие сверху. Через эти дыри в фундаменте они проникают в подвал и разрушают дом снизу. Трещины боковой стены расползаются на глазах. В любой момент здание рухнет. Ситуация напоминает сюжет фильма «Дурак», в котором власти в своих кабинетах решали подобную проблему так. «Да я вас со всех себе отрезаю. А у кого здесь рыло-то чистое? Может, кто-то на мое место хочет? Ради бога! Ты только не потянете махлаки. Соседи сиську потихоньку. Чуть что, мама ответит». Главное, чтобы ситуация не завершилась так же печально, как в этом кино. Ольга Ванеева, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал. Сегодня Каннское поисково-спасательное отделение «Спасатель» отчиталось о готовности сил и средств на период паводка. Те, от кого зависит наша безопасность во время ЧАЭС, представили к осмотру технические средства спасения и готовность личного состава. Как проходила проверка? В сюжете Евгения Гамзюкова. Сейчас уже можно сказать однозначно – весна пришла. Началось обильное снеготаяние. Как показывает опыт прошлых лет, низменные районы города могут попасть в зону подтопления. Для того, чтобы избежать человеческих и материальных жертв, все экстренные службы должны работать как часы, как единый слаженный механизм. Вот и каннские спасатели провели проверку готовности к возможному паводку. Подготовка к проверке началась очень рано. В 6 часов утра была дана команда сбора всего личного состава каннского отделения. Две группы оперативного реагирования собрались в установленный срок и привели всю необходимую технику в состояние готовности. Затем во время построения у спасателей провели осмотр документов, имущества и технических средств. Каннский отряд КГУ «Спасатель» полностью укомплектован. Оборудования, техники, имущества хватает, чтобы выполнять поставленные задачи. И готовы, так как у нас зона оперативного реагирования – это граница городской застройки города Каннска, а зона оперативного действия – это территория, восточная территория Красноярского края. Немаловажное значение имеет моральная подготовка личного состава. Так как нередко во время наводнения горожане, не желая расставаться с имуществом, подвергают своей жизни опасности. Тогда спасателям приходится применять навыки психологов и уговаривать людей принять помощь. Заключительным этапом проверки стала демонстрация умений спасения человека из ледяной полыньи. Один из спасателей играл роль попавшего в беду, а двое его коллег с помощью самонакачивающегося трапа спасли терпевшего бедствия. Прошедшая проверка показала, что каннские спасатели готовы к любым сюрпризам природы. Но в то же время и жителям города стоит подготовиться к возможному паводку. Евгений Гамзюков, Вячеслав Морозов, телекомпания «Каннск», 5 канал. Смотрите выпуски новостей после короткой рекламы. День бесплатной юридической помощи и акция «Получил доход. Подай декларацию» пройдут в нашем городе в ближайшее время. Кастинг юных красавиц. Кто из каннских девочек и девушек отправится за короной на конкурс «Краса Сибири»? Также вас ждут новости спорта и прогноз погоды. Не переключайтесь. Вы достойны ее. Роскошная и элегантная обувь от известного кутерье Пьер Карден подчеркнет ваш уникальный стиль класса люкс. Эксклюзивно в магазинах «Кари». Концепция фастфуда по-японски «Сегун» выгодно отличается от других заведений тем, что мы продаем роллы поштучно. Мы не заставляем вас покупать один вкус и один ролл. Вы можете прийти к нам, купить все роллы по кусочкам и тем самым попробовать все наши вкусы. Составьте свой набор самостоятельно. «Сегун» – просто делаем вкусно. Сибирский городок. Телефон доставки 33033. А у нас весна. Ярмарка верхней одежды в Каннске с новой весенней коллекцией с 12 марта по 3 апреля. Все по 3500. Одеваемся стильно, одеваемся ярко, одеваемся недорого. Приходите в ЦУМ Московская 55. Компания «Премьера» представляет. Невероятный Максим Аверин в моноспектакле «Все начинается с любви». 8 апреля. Городской дворец культуры. 18+. Цены тают в торговых центрах «Евродекор». Весь март покупайте керамическую плитку со скидкой 20%. «Евродекор». Приятно выбирать, выгодно покупать. Каннский педагогический колледж приглашает выпускников школ города и района вместе с родителями на день открытых дверей. Приходите 26 марта в 13 часов по адресу Каннск, улица 40 Лет Октября, 65. Телекомпания «Каннск» 5 канал представляет. Антикризисный проект «Цена вопроса». В новом выпуске программы рассказ о московской ярмарке верхней одежды, где представлен широкий ассортимент демисезонных и зимних курток, пальто и полупальто, стоимость которых, независимо от материала, фасона и размера, одинакова – 3 500. В учебном центре «Профи Плюс» мы выяснили, как получить качественное образование по самым востребованным профессиям. «Цена вопроса». Программа об антикризисных предложениях. Вы смотрите новости, мы продолжаем выпуск. Ассоциации юристов России, судебные приставы Каннска, работники прокуратуры и представители Росреестра объединились для оказания юридической помощи населению. 25 марта с 10 до 15 часов в МФЦ по адресу Северный 34 пройдет день оказания бесплатной юридической помощи гражданам. Как показал предыдущий опыт проведения дня бесплатной юридической помощи, данное мероприятие востребовано среди горожан. За консультацией в ноябре обратились более 50 человек. Преимущественно это неработающие пенсионеры, инвалиды, безработные и другие горожане из числа социально незащищенной категории граждан. Мы, как всегда, будем рады ответить на вопросы, касающиеся гражданских правоотношений, семейных, наследственных. Также будут принимать участие представители Росреестра, которые расскажут, как зарегистрировать объекты недвижимости, либо осуществить переход прав на данные объекты. Помимо перечисленных вопросов, люди могут обратиться по исполнительному производству, по проблемам защиты прав потребителей, а также по поводу взыскания алиментов, денежной суммы, обжалованию решений суда, возмещению материального и морального вреда, темам опеки и попечительства и другим. Консультацию специалистов можно получить 25 марта с 10 до 15 часов в МФЦ. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России номер 8 по Красноярскому краю проводит акцию «Получил доход. Подай декларацию». В дни проведения акции 24 и 25 марта граждане получат полезную информацию от сотрудников ведомства. Так граждане могут получить информацию о наличии, либо отсутствии обязанности декларирования полученного ими дохода и необходимости уплаты налога по порядку исчисления и уплаты НДФЛ, по порядку заполнения налоговой декларации по НДФЛ, а также информацию о получении налоговых вычетов и по другим вопросам. В ходе проведения акции вам также подскажут, как подключиться к интернет-сервису личный кабинет налогоплательщика для физических лиц, независимо от места жительства физического лица. Акция пройдет 24 и 25 марта с 9 до 20 часов. Кастинг регионального конкурса «Краса Сибири» прошел минувшие выходные в Канске. Участие в нем приняли десятки девочек и девушек нашего города. Сколько красавиц отправятся покорять Красноярский подиум и что их ждет в финале проекта, расскажет Ольга Величко. Конкурс «Краса Сибири» даст возможность проявить свои таланты девочкам и девушкам Красноярска, Абакана, Минусинска, Зеленогорска, Железногорска, Каннска, Абакана, Устилимска, Братска и других городов Сибири. Событие традиционно привлекает большое количество профессиональных руководителей в сфере фэшн-индустрии, так называемых байеров. Так что участие в конкурсе может стать для девушек одной из ступенек карьерной лестницы. Мы согласились к партнерству, чтобы получить какой-то определенный опыт, чтобы у нас была возможность наших девочек представлять на разных уровнях. И чтобы у девушек была возможность, если кто-то стремится к профессии модель, продемонстрировать свои возможности. Кто-то из девушек впервые пробует свои силы, кто-то уже не раз участвовал в подобных кастингах и совсем не волнуется. И у каждой свои причины пойти на конкурс. В первую очередь проявить себя. Ну и я не участвовала раньше в конкурсах красоты и хочу узнать, как это. Конкурс красоты не предъявляет к участницам никаких определенных требований, не устанавливает жестких стандартов. Представитель организаторов продюсерского центра «Староспро» прежде всего знакомится с претендентками и задает им даже самые неожиданные вопросы. Кошки-собаки есть? Кошка. Как зовут? Жора. Кот. Кошка, Жора. Кот. Житрей. Аван Ильич. Да ты что? Да. Породистый. Да, породистый, толстый. Харизма, амбициозность, уверенность в себе – вот главные критерии, которыми руководствуются при отборе участниц – организаторы кастинга. В первую очередь, наверное, на уверенность в себе, ни в коем случае не на внешние какие-то качества и формы. Главное – обаяние и уверенность. В итоге Екатерина выбрала в Канске 13 девушек и девочек. Они примут участие в финале в Красноярске. Конкурс будет проходить в течение пяти дней. И на протяжении этого времени с канскими красавицами будет работать целая команда профессионалов – фотохудожники и стилисты, визажисты, парикмахеры и даже психологи. Ну и кроме подиума девочек ждут увлекательные экскурсии по Красноярску. Ольга Величко, Сергей Молчанов, телекомпания «Канск», 5 канал. Новости спорта. Воспитанники отделения самбо-спортшколы «Олимпийц» приняли участие в двух представительных соревнованиях и показали высокие результаты. Так, с 18 по 20 марта самбисты участвовали в первенстве Сибирского федерального округа памяти кадета Павла Рубанова, прошедшего в Лесосибирске. За победу боролись юноши и девушки 2002-2003 годов рождения. В соревновании приняли участие более 160 спортсменов из Красноярска, Зеленогорска, Каннска, Лесосибирска и Сосновоборска. В итоге наши ребята заняли 4 первых места, 6 вторых и 3 третьих. Лучшими стали Дарья Федотова, Ульяна Беляева, Ангелина Изергина и Яна Романова. В эти же дни, вновь краевом центре, каннские самбисты участвовали в первенстве Красноярска по самбо среди юношей и девушек 17 и 18 лет. На этих соревнованиях у нашей команды также неплохие результаты. Два первых и одно третье место. Тренируются спортсмены под руководством тренеров-преподавателей Александра Леджи и Людмилы Берняцкой, Ольги Татару Коваленко и Ларисы Власовой. Прогноз погоды на четверг завершит наш сегодняшний выпуск. А я же прощаюсь с вами и напоминаю, что своими новостями вы можете делиться с нами по телефону 2-35-65. А узнавать о происходящем не только в городе, а также в крае и стране можно на нашем сайте www.5kanal.info. Не забывайте, заходите на наши странички в социальных сетях. С вами была Ольга Ванеева. Всего доброго и до встречи. Здравствуйте. Меня зовут Ольга. И в ближайшие несколько минут мы поговорим о погоде и не только. На очередной мартовский четверг в России приходится День штурмана военно-воздушных сил. Этот праздник появился в календаре всего 16 лет назад. Хотя его исторические корни уходят в 1916 год, когда в стране была создана Центральная аэронавигационная станция. Все эти годы роль штурманская службы высока, особенно в авиации. Этих специалистов не сможет заменить ни один самый совершенный прибор. 24 марта солнечно. Ветер западный 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Температура ночью минус 1, плюс 1. Днем плюс 3, плюс 7. С вами была Ольга. Хорошего настроения в любую погоду.